Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Кому лучше править в стране? Специалистам из Молдовы, иноземцам или представителям диаспоры? И как неместных может волновать наша судьба? Специально для издания АВАМА отмечает Алла Мендекано, общественный деятель. Итак, электорат выбрал президента и парламент, доверив им управление государством. Парламент выберет правительство, которое будет обязано воплотить в жизнь программу, за которую проголосовал народ. И совсем не важно, кого власть пригласит для реализации планов по улучшению жизни каждого гражданина. Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. В век глобализации, когда принцип свободного передвижения людей, услуг, капиталов и товаров стал общепринятым, приглашение специалистов из-за рубежа стало обычным делом, особенно после пандемии. Илон Маск недавно сказал, что он будет привлекать специалистов из развивающихся стран для работы онлайн и будет платить им так же, как и своим очным. Если уж сам Илон Маск готов приглашать зарубежных специалистов, почему же нас должно интересовать, кто и откуда помогает власти сделать нашу жизнь лучше? Как говорят в анекдоте, вам шашечки или ехать? Если нам ехать, то поехали. Шашечки потом. Конечно, очень важно, чтобы качество привлекаемых специалистов было высоким. Я вижу, что уже звучат призывы к диаспоре по вовлечению в процесс управления государством, и это правильно. Гражданское общество Молдовы сделало свой цивилизованный выбор. По меткому выражению Виталия Андреевского, однако этот выбор необходимо отстоять соответствующими инструментами. Подбор кадров, которые, как известно, решают все, это исключительно важный вопрос. Ведь если мы хотим создать новую систему, то прежде всего нужно избавиться от старой, то есть от тех кадров сверху донизу, которые эту систему составляют и поддерживают. Это очень непростая задача — найти несколько тысяч умных и не запятнанных специалистов на самые важные места в государстве. Однако если применить это к проблеме научный подход, проблему можно решить быстро. Для этого необходимо определить самые главные области, самые болезненные точки, где подбор новых кадров требуется прежде всего. Скажем, определим такие направления, как правосудие, экономика, сельское хозяйство, экология, местное администрирование, безопасность, законотворчество, образование, здравоохранение, борьба с коррупцией, внешняя политика и так далее. Объявить конкурс на привлечение специалистов по конкретным направлениям. Обратиться не только на внешний, но и на внутренний рынок. При каждом направлении создать группы отбора самых квалифицированных специалистов, приславших резюме. Из этих специалистов местные и из разных стран с самым различным опытом создать think tanks — мозговые группы, которые могут работать пару месяцев по определению главных задач, которые стоят перед правительством. И только после того, как главные направления дальнейших реформ обретут четкие контуры, можно будет заняться конкретным поиском заполнения конкретных должностей. Часть из этих должностей можно будет заполнить уже работающими специалистами. Невозможно поменять 100% работников. Другую часть можно найти на месте, среди тех, кто имеет хороший послужной список, а другую часть — найти за рубежом. Эта третья часть очень важна. Не все готовы бросить все и приехать в Молдову на работу, оплачиваемую по молдовским стандартам, но какое-то количество все-таки может найтись. Однако гораздо легче найти тех, кто согласится работать онлайн по несколько часов в день. Есть полно должностей, которые не требуют физического присутствия. Здесь очень важно, чтобы зарплата была для всех достойна и одинакова. Установлена по одним и тем же правилам, как внутри, так и снаружи. Установить почасовую оплату за предоставление временных услуг, и тогда вы увидите, как дела сдвинутся с места очень быстро. Спехов! На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и не забывайте писать свой комментарий под видео. А теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok